Филипп, расскажите о себе, как вы оказались в России? Ну, все началось с любви. Моя супруга живет в Ульяновске, и вообще я всегда интересовался Россией. У меня были какие-то отношения по бизнесу с Россией. Мне была интересна природа России, поэтому я здесь. Это всегда интересно для меня. Я думаю, что люди такие доброжелательные. Сотрудники Аэрофото, они помогали. У меня были проблемы с моим телефоном. Я был очень позитивным. Чувствуете ли вы себя в безопасности, находясь в России? Поделитесь впечатлениями, ощущениями. Я чувствую себя в безопасности. Я не могу сказать, что кто-то там сзади ко мне подберется и что-то мне причинить. Я на этот вопрос могу открыть очень коротко. У нас в Европе очень-очень много эмигрантов, им каждый день становится все больше. а в россии я могу наблюдать что иммигранты они чувствуют себя как гости они как хозяева и они работают в отличие от иммигрантов по вашему мнению как россияне обеспечены продуктами питаниями товарами первой необходимости как дела у соседей у вас сенсой статус и мой взгляд ситуация довольно таки стабильная в россии даже если пойти в супермаркет цены немножко выросли по отношению к тем ценам которые видел при моем первом приезде но я считаю что она в целом ситуация стабильная когда я приехал в россию мой вес был 80 килограмм сейчас я вешаю 90 это само за себя говорить что в стране где мало еды то это просто было бы невозможно также я когда прихожу супермаркет я вижу что полки полные это касается как еды так и одежды много скидок по поводу гастрономических предпочтений расскажите что вам больше всего понравилось из как раз продуктов может бить мясо рыба и наши русские блюда какие уже оценили его флоту фрешки антима кантри в особенности мне на очень нравится свежая рыба так как я приехал страны где у нас в море и у нас очень много свежей рыбы здесь она даже по стоимости как бы не очень то уж и дорогая в общем не основная рыба и фигурки кэмбай июра and it's the same so for me about that about products the first time and i fight митин россия особенности меня очень удивило качество мяса в россии потому что когда я в своей стране покупаю кусок мяса начинаю его жарить он почему-то уменьшается в размерах здесь этого не происходит я жарю мясо она стоит в таким же таким же по размеру очень вкусно и мне очень нравится местное мясо был си а вот в обе данной старту фрайдин идиент это сень сайт да очень люблю бабулины сырники они очень вкусные да и в рифи и здесь какие вас планы на будущее вы планируете возвращаться в голландию или будете здесь 11 ума и моими попутешествовать по россии потому что я мало еще где была особенно хочу побывать на природе эти можете видеть российскую природу анджоничер когда планируете возвращаться на родину супруга есть ли такие планы Только в гости или чтобы посетить семью. Не обойдемся без политики. Время сейчас такое. Вы читаете, смотрите новости и голландские, и российские. Анализируйте. Расскажите, какое у вас мнение сложилось о ситуации в Украине? Что происходит? Что говорят там, что здесь? Что я заметил, когда читаешь новости европейские и новости в России, это очень большая разница. В европейских новостях пишут все, что во всем виновата Россия. Если ты интересуешься или знаешь историю, ты понимаешь, что это не началось там несколько месяцев назад, что корни гораздо глубже. Что я, например, прочитал буквально вчера в новостях, что оружие, поставляемое странами НАТО в Украину, уже находится на черном рынке. И это меня очень беспокоит. Ну и как бонус, веселая история от нашего героя. Филипп, расскажите, как вы провели День Победы, первый День Победы в нашей стране. На 9 мая. Я помню это как вчера, потому что мы были приглашены на вертолельный день с друзьями моего мужа, поэтому мы идем в маленьком городе, и есть много других людей, которые я не знаю. Для меня это было немного, как это будет, как я ожидал, что я могу ожидать. И я помню, когда мы приехали, первое, что они сказали в английском, «О, ты очень приятно!» И это было очень приятно. И первое, мы ели, и мы говорили много вещей, и это было очень хорошо. И после этого, я имею в виду в русском бане, потому что даже я знаю, как это работает, но я не знаю, что это было, но в этой вечере я это делал, и это было очень хорошо. Я в гости, и они делали, и это было очень приятно. После этого, и я не ожидал, что я это сделал в моей жизни, потому что я не люблю холодное воду. И после этого, ты выходишь и они вывали бакеты холодное воду. я вызывал на меняЛь, но это было очень приятно. Это было очень приятно, это была очень хорошая экспZали. Так по которым это было, выстрелся не �illes и вер赶ками. И это было снова очень приятно. Име- , это было очень приятно, и обратно про Close Storyư в России. И я с этим испытанием что было очень приятно. Спасибо, Филипп.